Вся учёба на ВШХТ — просто один сплошной стресс, это если вкратце. Привет! Сегодня хочу рассказать про три самых сложных предмета на моей специальности и, возможно, про три самых сложных предмета на моём факультете. А напомню, у нас их четыре в ВШХТ. Вот эти вот. И я учусь на факультете подшвенарских обеохиметских технологий. Опять свет меняется в кадре. Обожаю. Хотелось бы начать с того, что практически все предметы на ВШХТ сложны из-за того, по крайней мере для меня, из-за того, что у них есть устный экзамен практически у всех. Долбанный устный экзамен. Вот я не знаю. Я, во-первых, не из тех людей, которые могут уболтать преподавателя, которые могут просто вот воду лить, всякую фигню говорить и вот делать вид, что они что-то знают. Я абсолютно не из тех людей. И если мне задают какой-то вопрос, который я не знаю, то я просто сразу в ступоре. Я ничего не знаю, всё. Я как язык проглотила, кажусь самой глупенькой студенткой. Во-вторых, почему это ещё очень сложно? Потому что, как обычно происходит какой-либо экзамен по предмету, то вы в 9 часов, в 10 пишете письменную часть, которая занимает там час либо два, а затем ждёте ещё 3 часа, 4 часа до того, как вы пойдёте на устную. И все эти 3 часа вы проводите в огромном стрессе. Вы, во-первых, гадаете, написали вы или нет, прошли вы или нет на эту устную часть. Ой, а если я прошла, а что у меня могут спросить? Мне нужно подготовиться, ты просто в стрессе сидишь эти 3 часа, ждёшь, и они кажутся тебе очень долгими, естественно. В общем, экзамен — это всегда стресс, понятно. И да, у нас таких предметов большинство, в отличие от ВЧВУТ, например, где там практически нет устных экзаменов, и там устные экзамены только если ты хочешь какую-то супервысокую оценку. А тут ты даже на самую минимальную ечку должен пройти устный долбанный экзамен. Меня просто это бесит. Может быть, когда-то это поменяется, но нет. Пока что ничего не меняется, к сожалению. И что ж, как по мне, что-то со светом в этом видео будет всё кажется очень плохо. Эта туча дурацкая. Также, наверное, в этом видео уместно будет сказать, что если вы не сдали какой-то предмет, и если у вас не индивидуальный план, то вы можете перенести предмет на следующий семестр. Это сделается на деканате. Когда наступает новый учебный семестр, вам это сами записывают, сами ваши деканши, деканаторы. Как это называется, люди, которые... Короче, люди, которые сидят в деканате, вам всё это сделают. У вас есть три попытки на экзамен. То есть, например, в сессия, математика. У вас есть право три раза ходить за эту сессию, и потом ещё три раза взять этот предмет на упакование. То есть на повторение. Вы можете учить, по сути, один предмет три семестра. Но третий семестр будет для вас последним. Если вы не зайдите, то вам скажут до свидания. И как бы всё, ваши лимиты исчерпаны. Но каждый раз вам дают три попытки на экзамен. Это для всех предметов, по-моему, абсолютно. И также на... Ну, это вы, наверное, знаете, что на всех экзаменах нужно в письменной части набирать минимум 50 баллов, чтобы вы проходили на устные части. Я проучилась два курса. Я на третьем, вроде как на последнем курсе. И самыми сложными предметами лично для меня, и, наверное, как для большинства, были математика, биохимия и лабы по неорганической химии. Большинство этих предметов математика, лабы — это первый семестр, конец первого семестра года, прошу прощения, первого года. И биохимия, вот я сейчас её учу и буду пересдавать опять, потому что я опять её не сдала. Эти предметы имеют довольно много общего, они довольно объёмные. И чтобы тебе, как бы, всё это выучить, нужно довольно много времени. И довольно хорошо соображающие мозги, потому что, например, по биохимии это просто какой-то необъятный материал. Мне здесь очень помогли ментальные карты, mind map, если вы загуглите или если вы уже знаете, что это такое, чтобы просто собрать всю информацию в кучу, информации реально очень много, и от тебя хотят какую-то... от тебя будут хотеть какие-то кусочки. Вот, расскажи мне про это, про это, про это. Вот. И чтобы просто всё это собрать в одну кучу, требуются, ну, довольно большие усилия, честно вам скажу. И, например, по математике здесь требуются тоже большие усилия, но в другом плане, потому что здесь нужно будет очень много нарешивать. Очень много нарешивать, очень много решать задачи, разноплановые, короче, вот это вот всё. Ну, если выбирать из двух предметов, то, наверное, всё-таки биохимия посложнее, потому что нужно учить. Как по мне, проще решать, потому что ты научился что-то делать один раз, решать какой-то тип задач, там, примеров и так далее, всё, ты умеешь. Выучить что-то ты можешь один раз, но ты можешь это не запомнить, и придётся учить ещё раз, как бы вот в этом ещё загвоздок. А лабы по неорганике, у некоторых они начинаются сразу в первом семестре, насколько я знаю, у меня они начинались во втором семестре первого года, и они тоже стрессовые. Всё, учёба на ВШХТ просто один сплошной стресс, это если вкратце. Наверное, отдельно каких-то советов по каждому предмету я сдать не могу, просто потому что всё это индивидуально, кому-то нужно больше учить, кому-то нужно больше нарежить и так далее. И основное я сказала, что вдруг что, предмет можно без проблем записать ещё раз, это ничего страшного, вы просто как бы, ну, принесёте себе на следующий семестр чуть больше предметов, но как бы окей, это ничего страшного. И, наверное, на этом всё, как всегда, пишите, если будут какие-то вопросы в комментариях, либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, и хорошей учёбы всем, кто сейчас учится в школе, в универе, на работе, наверное, уже не учится, да? В общем, всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok